Продолжение следует... Как интерпретируются слова Иисуса Христа, обращенные к людям. Мы говорили также о последовательности событий. Помните, тоже в предыдущем курсе, те, кто его брали, мы говорили о подходе к Евангелию как к повествованию. Narrative approach. Когда мы берем нарратив, рассказ, повествование Евангелия, и мы видим, как сочетаются друг с другом различные сцены. Как понимание одной сцены помогает нам понять другую сцену. Иногда открытия, которые мы будем делать, окажутся для нас просто поразительными. Ну вот, например, откройте, пожалуйста, Евангелие от Марка, 7 главу, не случайно 7, мы уже начинали. И это дает мне возможность работать немножко быстрее. Первая часть 7 главы. Фарисеи приходят к Иисусу. Начинают обличать Его и Его учеников. Иисусу тоже есть что сказать по поводу фарисеев и фарисейства. И в 14 стихе Иисус подводит некоторый итог. «И призвав весь народ, говорил им, слушайте меня все и разумейте». Ну тут так в русском переводе «слушайте, разумейте». Представьте себе эту ситуацию. Он говорит с небольшой группой людей, с очень важной группой людей, а потом, или группой важных людей, а потом подзывает всех и говорит так, слушайте. Так, слухай сюды, типа в Одессе. И дальше он объясняет некий принцип. Внимательно услышите, пожалуйста, этот принцип. «Ничто, входящее в человека извне, не может осквернить его». Фарисеи рассуждали, причем долго рассуждали. И у них были даже законные основания об этом рассуждать. О том, какая пища оскверняет человека. Чем человек может оскверниться. И Иисус отвечает на этот вопрос. «Ничто, входящее извне, в человека не оскверняет». «Не делает его нечистым». Дальше. «Но что исходит из него, то оскверняет человека». Нечистое начинается в сердце. Не где-то во внешнем мире. Человек слушает пошлую песню. Если его сердце не осквернено, он эту песню просто выключит. Он ее слушать не будет. А если у него сердце осквернено, тогда он ее будет слушать. Но проблема не песни. Проблема его внутреннего состояния. Дальше Иисус разъясняет. «Если кто имеет уши слышит, да слышит». Видите, повтор. Такой настойчивый повтор. «Ребята, это важно. Это очень важно». И когда он однородно вошел в дом, ученики его спросили его о притче. Ученики, очевидно, задумались. Он сказал им, «Неужели и вы так непонятливы? Неужели не разумеете, что ничто извне, входящее в человека, не может осквернить его? Потому что, видите, нечистота – это состояние души. Потому что не в сердце его входит, а в чрево. И выходит вон, чем ощущается всякая пища». Иными словами, вопрос более, когда он говорит об этом ученикам, он уточняет, что вопрос прежде всего о пище. Нет нечистой пищи. Есть нечистая душа, есть нечистое сердце. Далее сказал. «Исходящее из человека оскверняет человека». Важно, когда вы читаете, даже вслух, сделать акцент на слове «исходящее». Потому что противопоставление входящее и исходящее. Вот у него исходящее оскверняет. «Ибо изнутри сердца человеческого исходят злые помыслы, прелюбодеяние, любодеяние, убийство, кражи, лихаимство, злоба, коварство, непотребство, завистливое око, богохульство, гордость, безумство». Все это зло опять повторно. Сколько раз он уже это повторяет, но это важно, это надо уже услышать. Извнутрь исходит и оскверняет человека. И вроде бы здесь все на этом закончилось. Вроде бы рассуждения закончились. Но на самом деле нет. Эти рассуждения еще не закончились, потому что дальше происходят некоторые события. Он отправляется, Иисус отправляется с этого места, приходит в языческие места, в пределы Тирские и Сидонские, и, войдя в дом, не хотел, чтобы кто узнал, но не мог утаиться. Теперь слушайте, что происходит. Почему он не мог утаиться? Только что он говорил о чистом и нечистом, о чистоте и нечистоте. Только что фарисеи его обвиняли фактически, почему он ничего не делает по поводу нечистоты рук своих учеников. Почему они не омывают руки? И он ничего не говорит. Почему они ритуально нечисты? А теперь смотрите, что в 25 стихе. «Ибо услышала о нем женщина, у которой дочь одержима была чем? Или кем? Нечистым духом». Значит, он только что объяснял, что нечистота внутри, а не снаружи. Мы не слышали в Евангелии ни про одного фарисея, который пришел бы к людям одержимым и нечистым духом. Почему фарисеи не шли к людям, которые одержимы одержимым и нечистым духом? Потому что скверниться боялись. Потому что страшно, потому что нечисто. Потому что вся эта нечистота, пусть она там будет, в пределах седонских, а мы тут у себя, нормально, мы праведные люди. Иисус идет, значит, переговорив и объяснив фарисеям, объяснив народу, что нечистота исходит изнутри. Ответив тем самым на обвинение со стороны фарисеев, Иисус идет в место, где женщина, у которой дочь одержима нечистым духом. «И придя, припала женщина к ногам его, а женщина та была, вообще кошмар, язычница, родом серафиникиянка, и просила его, чтобы изгнал беса из ее дочери, того самого беса, который оскверняет ее дочь, он изнутри. Как евреи называли язычников? Евреи называли язычников в частности, ну, по-разному, ругательств много было, но в частности они называли язычников грязными и вонючими псами. От чистых, изысканных фарисеев, кичащихся собственной праведностью, Иисус отправляется к псам. И еще одного из таких псов хватает у него дерзости испытывать. На самом деле это не дерзость, это что-то другое. Смотрите, что. Но Иисус сказал ей, «Дай прежде насытиться детям, ибо нехорошо взять хлеб у детей и бросить псам». Ну, тут, собственно, вы-то есть псы, нехорошо вам бросить. Обратите внимание на несколько вещей. Свою пёсовость женщина не отрицает. Она признает свое состояние. Но по вере она говорит еще что-то очень важное. Она же сказала ему в ответ, «Так, Господи, но и псы под столом едят крохи у детей». Вот придя к Иисусу, она поняла, что стол у него. Что исцеление дочь получит от него. Что уразумела эта женщина и что не дошло до фарисеев. Фарисеи пришли обвинять Иисуса. Женщина приходит получить исцеление от Иисуса. Понравилась лекция? Вдохновились услышанным? Поддержите нас молитвой и финансами. О чем молиться и как пожертвовать, вы можете узнать на сайте www.tvseminari.com Фарисеи приходят, чтобы найти в Иисусе изъян. Женщина приходит, чтобы найти в Иисусе пир. И вот пока мы не поставим, не приперебросим мостик между вот этими вроде бы не связанными эпизодами Евангелия, вроде бы не связанными, но narrative criticism, вот критика повествования, помогает нам понять, какая между ними связь. Пока мы вот эту связь не проведем, каждый эпизод, да, ваш будет важен, он будет ценен, но мы не увидим, как Иисус помогает, ну буквально забивает, извините, забивает в нас вот это вот понимание того, что такое чистота и нечистота. Фарисеи считают, вот евангельский парадокс, о котором мы раньше тоже говорили, фарисеи считают себя чистыми, на самом деле они бесповоротно нечисты, считают себя зрячими, на самом деле они бесповоротно слепы, они приходят и проявляют свою нечистоту, и проявляют свою слепоту тем, что пытаются обвинить Иисуса, а потом проявят еще и в том, что они пытаются убить Иисуса. Иисус объясняет им, Иисус объясняет людям, что такое чистота, что такое нечистота, откуда бывает одна, откуда бывает другая, а потом идет к псам, и от язычницы, от женщины, селефинифиникиянки, он слышит слова, которые его просто поражают. Поражают, потому что являются свидетельством веры. Она поняла, по крайней мере частично она поняла, ради чего пришел Иисус, и приходит не для того, чтобы его обвинять, а чтобы учиться у его ног. Вот вам ответ Иисуса. И сказал ей, за это слово «пойди», бес вышел из твоей дочери. И обратите, пожалуйста, внимание, что она приходит к нему по вере, и получает ответ по вере, и не спорит. Она не говорит, как, подожди, мне прямо повернуться и идти, что ли? Дочка дома, я здесь, подожди, давай дождемся более конкретной информации. Нет, она по вере пришла, по вере пошла дальше. За хождение по вере наше с вами жить сегодняшнее. И придя в свой дом, она нашла, что бес вышел, и дочь лежит на постели. Вот так, друзья мои. А потом, кстати говоря, эта ситуация развивается, потому что в конце седьмой главы глухой и косноязычной его приводят в восьмой главе исцеления слепого. И опять-таки, оказывается, что Христос исцеляет физическую слепоту и глухоту, а вот с духовной слепотой и глухотой он ничего сделать не может по одной причине. Люди сами, имея всю информацию, предпочли не слышать и не видеть. Вот вам связь евангельских эпизодов. Вот вам и конкретное подтверждение тех богословских истин, которые мы находим в Евангелии. Когда вы читаете евангельский текст, читайте, не делая перерыв на новые главы. Когда глава кончается, начинается новая глава, постарайтесь продолжать читать, как будто этого разделения здесь нет. Читайте, задаваясь вопросом, как вот этот эпизод связан с предыдущим, как он связан со следующим эпизодом, где они находились, как выглядит передвижение Иисуса Христа и учеников на карте, на каком этапе его духовного, скажем так, его духовного служения они находятся. Например, Евангелие от Марка – это большой путь, постепенный путь в Иерусалим. Чем ближе к Иерусалиму, тем больше напряжения. Чем ближе к Иерусалиму, тем больше людей, которые действительно хотят, скажем так, тем острее заговор тех людей, которые хотят погубить Иисуса. И он понимает это. И мы ощущаем вот это нарастающее напряжение. В свете этого напряжения очень полезно читать и понимать Евангелие. Скажите, пожалуйста, как Иисус понял, и скажем так, нет, по указанию Иисуса, как ученики поняли, где им праздновать Пасху? Как поняли ученики, где будут праздновать ту последнюю Пасху, принимать то, что потом стало хлебопреломлением? Со своими человеком, несущим кувшином. Встретится человек, несущий кувшин. Ну, во-первых, никогда не обращаю внимание на этот момент. Как носили кувшины? И кто носил кувшины? Женщины. Обычно женщины на голове. Да, на голове. В данном случае? И на печах. Или на плечах. В данном случае в русском переводе написано человек. Мужчина. В данном случае мужчина. Что они должны были встретить? Или кого они должны были встретить? Они должны были встретить мужчину, несущего кувшин. Не больше, не меньше, друзья мои. Вот, понимаете, это еще один такой небольшой штрих. Туда они сразу поймут, что это он. Потому что, если было написано женщина, несущая кувшин, то таких женщин кругом. Здесь он указывает на маловероятную вещь, на то, чтобы было гораздо легче. Вот мужчина с кувшином. Вот, понятно. Почему это? И как это можно интерпретировать? Как это можно толковать? Толковать это как раз можно в свете того общего напряжения, которое здесь существует. Иисус приходит вместе с учениками на последнюю вечер, на тайную вечер в эту горницу в состоянии конспирации. Почему это конспирация? Да потому что его хотят убить. Потому что машина уже запущена. Потому что фарисеи уже ждут повода для того, чтобы его арестовать. Потому что вот-вот уже Иуда пойдет для того, чтобы совершать свое дело. Иисус его даже немножко будет подгонять по этому поводу. Вот. Но мы порою так же читаем это спокойно. Идет такое спокойное повествование. Иисус говорит, ученики так неторопливо приходят в Иерусалим. Иисус им говорит, ну вот там выйдет человек с кубшином, вот встретите его. Все спокойно, все много раз читано. Нет. Последний глава Евангелий или так предпасхальный глава Евангелия, последняя неделя земного служения Иисуса Христа это детектив по полной программе. Это детектив, который нашим сегодняшним писателям, детективщикам не снился. Проблема только в том, что из-за того, что мы давно знакомы с Писанием, мы давно привыкли к Священному Писанию, мы вот всего этого не замечаем. Но это и есть часть тех вопросов, которые мы решаем в толковании Евангелия, в аплитации Евангелия. 。 Субтитры сделал DimaTorzok